Детский сад Светлячок один из самых крупных в Дядьковском районе. Сейчас здесь на воспитании находится 240 малышей. Справиться с такой толпой не посет, серьезная задача для воспитателей. Однако повседневная работа педагогов серьезно усложнилась. Последние несколько недель Светлячок и еще 8 детских садов были лишены горячей воды. Это уже не первый раз, то есть не первичная ситуация. Мы готовы к таким ситуациям. Практически во всех детских садах есть проточные водонагреватели, кипятильники. И мы в таких ситуациях дополнительно греем водичку и детей не отключаем. К возможным остановкам горячего водоснабжения педагоги действительно всегда готовы. Вот только раньше отключения были плановые, а теперь ситуация грозила более радикальными последствиями. За услуги ЖКХ местная администрация задолжала серьезную сумму денег брянским коммунальным системам. На 1 января районный отдел, муниципальный отдел образования был должен нам 4 миллиона 300 тысяч рублей в день. На 1 марта 10 миллионов, на 1 июня 11 500, видите, по нарастающей. Но на сегодняшний день 9 миллионов 200 тысяч. Главный управляющий директор БКС Вячеслав Якушевский признает серьезность ситуации. Готов пойти навстречу. Да только долг уж очень велик. Законодательством предусмотрена вот эта вот неприятная, непопулярная мера. В принципе, мы начали с того, что предложили ограничить потребление тепловой энергии в виде горячей воды. Просто нет денег, берите меньше, говоря простыми. Это не было выполнено. Кто же должен был решить проблему? Ответственные чиновники на тот момент находились в отпуске. В результате дело дошло до того, что скорейшего разрешения ситуации потребовал найти сам губернатор Николай Денин. Я попрошу, Александр Иванович, отозвать с отпусков вот этих чиновников, работодателям высказать, и чтобы они приняли соответствующие меры. И прямо завтра Евгений Дмитриевич, Александр Николаевич, выехать. Да. К слову, уже на следующий день после заседания в областной администрации горячее водоснабжение в девяти детских садах города Дядьково было восстановлено. Значит, удалось-таки достигнуть необходимого компромисса. Да, мы договорились с теплопоставляющей организацией СОБКС, что при таких моментах не случится. Претензия к местным властям только одна. Как в Дядьково настолько могли запустить эту ситуацию? Есть финансовая дисциплина, есть договоренности эти. И вот то, что случилось по городу, это, конечно, из рук он выходящий. Глава района Павел Валяев в ответ сетовал на слабую наполняемость местного бюджета. Однако, предупреди он вовремя, вышестоящее руководство, проблемы и вовсе можно было избежать. Теперь долг перед БКС будет погашен за счет банковского кредита. Нам очень приятно, что сегодня все-таки вот такая вот речь такая, да, на таком уровне состоялась. И услышать о том, что на будущее мы все-таки не будем страдать не мы, а дети. Чиновники и коммунальщики в один голос заверили, эта проблема больше не повторится. В конечном счете, детский сад не место для взрослых игр. Виталий Гримов, Игорь Сусло, Александр Друсинов. События. Брянск. Дядьково. Субтитры создавал DimaTorzok